МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Нам нравится. Очень. Это наша. Это наша. Нам нравится. В дворе же работаешь нет. Вот, старая, старая. А если одному выхлебла, видите? Выбираете все. Из деда мы его выгребали и увозили на кони. Вот, в цветах трех порядок. А это... Я что вам рассказать? Иконы? Что это за церковь? Иглинский. Сначала про церковь. Иглинский храм. Швятолинский. Во, иконы. Во, или пророка. И он, да, он или пророки, иконы. Ой. Ой. Господи, помет. Господи. Господи. И тут повымыли. с дедом о як мы с дедом работы хоть кривые 2 почему вы смотрите за этой церкви как так получилось господь так дал господь тогда у детка и вокруг нету людей но церковь стоит стоить в порядке пока я в порядке как видите пока стоит плохо уходим лазим в дворе . и камни ходим конечно но у церкви она всегда лучше и киоку церкви не надо там и дедца лучший о А сколько вообще этому храму лет? Триста сорок один. Да не может же быть, чтобы он сохранился так хорошо. Господь же хранится. Это же Илья Пророка храм, поймите. Да, сохранивший. Сколько он шепр стоит? Каменная рушится, а он деревянный и стоит. Это ж сила Божия, деточка. Но мы же не подсильные, ни я, ни ты и никто. Сила Божия, Господь бережит и бурь его, и у нас нема бурю. Слава тебе, Господи. Ну, все хорошо у нас. А вот славная вымерла и все? Ну, ничего не сделаешь. Молодые же уезжают, стариков забирают, которые остаются, то и умерли. Так и у нас у деревни, у нас осталось на всю деревню, было 100 дворов, осталось 3 дворы только. А тут сколько было? Туда тоже два роста было. Осталось много? Недного, да. Уроженка этой деревни, конечно, деревня Славная, родилась в 1958 году, можно сказать, уже прожила большую жизнь. Ну, как видите, что сейчас, в настоящее время, нету ни одного человека в деревне Славная. Когда-то это была большая деревня, где проживало даже более за 500 человек. Не может быть. Да, было тогда, после войны даже, и клуб свой был тут, и вот рядом МТС, моторно-тракторная станция, где наши, в общем-то, родители в основном там все и трудились. Мы очень дружные были, наверное, самая дружная деревня, вот я вспоминаю, потому что и в школу мы ходили дружно вообще, и на танцы ходили дружно вообще, понимаете, даже, наверное, такое поверье, или такое у нас уже было в этой деревне, значит, самый крайний дом Барановых, это мой муж тоже с этой деревни, значит, и моя, наверное, последний дом по левой или по правой стороне, значит, если мы куда-то шли на танцы, ходили же мы в соседние деревни Пасква, Курманово, там, Черноусы, значит, все по порядку, мы договаривались, один за одним дружно заходили, шли в старину, и потом уже в всей деревне шли на танцы. Почему же вы уехали со Славного? Ну, я не уехала, я рядом с деревней нахожусь, мы, муж мой тоже с деревни с этой, я кончила пединститут и возвратилась в родную Курмановскую школу, мы буквально живем за 8 километров. Курмановская школа Курмановская школа Курмановская школа Курмановская школа Грустно, грустно, грустно от того, что пустеют деревни, и таких деревень становится больше и больше, грустно. Вот у нас 30 деревень в сельском совете, из 30 деревень люди не живут уже в 4 деревнях, то есть это только пустующие дома. В идеале, в идеале хотелось бы, чтобы здесь было чистое поле с одной и со второй стороны, чтобы дорога пролегала все-таки не через пустые дома, а через ровное, красивое, колосящееся поле. Село Славное. Фамилия моя тоже Славников. Да вы что? Да, моя фамилия Славников. Вот это совпадение. И вот, видимо, Божья воля на то, и Божий промысел, потому что мы знаем, что без Божьей воли не бывает ничего у нас, никогда не бывает так вот. Благодаря себе, Господи, славники, с вами все завалить Твоя. Владыковщик, зритель, свет в огромном полагается. Все пути мои, сахаринься, раздай. Такое благодатное место. Софетага пророка Божия Ильи. Заходишь в алтарь тихонько, спокойно, на крырсе пару человек. На храме три-четыре человека стоят. Ну, и идет молитва. Для души молитва и для людей. Так что самое, для спасения. Самое главное, священник, это предназначение для спасать души человеческие. Да, и здесь мне нравится. Здесь храм намоленный. Этот храм основан в 1675 году. Здесь недалеко есть деревня Глиния когда-то было. Ее уже нету. Веси той нету. И там по нами Иванский, пани Иванская, которая и основывает в 1675 году, основывает этот замечательный, чудесный храм. Ну, в начале 19 века этот храм переносится в село Славное. И здесь устанавливается, освящается она на честь пророка Божия Ильи. Так случилось, что, поскольку люди здесь сейчас в этой деревне не живут, но эта церковь, она не заброшена. Мы это видели, она красивая, она ухоженная. Остались родственники людей, которых судьба разбросила куда-то в Москву, в Магнитогорск, еще куда-то. И люди приезжают и дарят церкви очень много ценных подарков. Например, житель города Магнитогорска, это Виталий Гутиков, он подарил этой церкви пять колоколов. И находятся они на колокольне. И вот для верующих людей это тоже очень важно. Супер. Сомнениями беру, что краска из восемьдесят тысяча восемьсот. А знаешь, может всякое быть в этой жизни. Здесь находят более. Церковь, которую не сломили ни военное лихолетие. То есть это церковь, которая устояла в годы Великой Отечественной войны и в годы Великой Октябрьской революции. То есть ее не взяли ни одни пожары, ее не взяло время. Поэтому я так думаю, что церковь будет стоять и люди будут приезжать. Я думаю, что, может быть, со временем и возродится и наше село, наше славное. Казаться славное, ведь будет славное. Славное, не просто так называли славное слово. Слава. 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 Субтитры создавал DimaTorzok